Я должен быть успешным, я должен быть богатым, я должен все успевать, я должен учиться, я должен, я должен, я должен, я должен. Привет, НЛпер! В этом видео мы разберемся с тобой, как работать с убеждением должен. Ведь на самом деле это одно из самых сложных убеждений, но я в этом видео тебе дам 4 или даже 5 способов, как это убеждение расшевелить, расшатать и сделать его неактуальным. Во-первых, почему это важно? Смотри, когда ты говоришь себе, что ты что-то должен, ты себе ставишь рамку. И эта рамка заключается в том, что если ты не соответствуешь этой рамке, ты начинаешь себя уничтожать. Ну например, я должен все успевать. А что если я все не успеваю? Когда я имею о себе такое утверждение, я должен все успевать. Но на самом деле я не успеваю все, что я хочу. Я начинаю себя самобичевать. Я начинаю себя уничтожать. Каким образом? Если я должен все успевать, но я все не успеваю, значит я не успевака. Значит у меня проблемы с тайм-менеджментом и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас будем разбираться, как с этим всем делом быть. И убеждения в стиле должен существуют в двух вариациях. Первое это я должен. Когда мы говорим о себе. Я должен быть успешным, красивым, богатым, классным, хорошим папой, хорошим учеником, успешным и так далее, и так далее, и так далее. Второй вид убеждений должен, он касается других. Водитель автобуса должен быть внимательным. Девушка должна быть красивая. Спортсмен должен вести здоровый образ жизни. И так далее, и так далее, и так далее. В этом видео будем разбираться с первой категорией, которая направлена на себя. Итак, первый способ, как проработать убеждения должен в отношении себя. Первый, он самый простой. Называется одношаговый рефрейминг. Например, если у тебя есть убеждение должен. Ну допустим, я должен все успевать. Давай уже будем разбираться на этом примере. Ты можешь сказать себе, с какой стати я должен? С какой стати должен? Вот это одношаговый рефрейминг. Конечно, в других случаях я использую другое слово. Не с какой стати, а с какого х я должен. И здесь ты не найдешь себе рационального ответа. Поэтому записывай себе в свои заметки первый способ. С какой стати я должен? И попытайся найти адекватный ответ. Если ты его найдешь, то окей, продолжай верить в это убеждение. Но скорее всего, ты его не найдешь. Второй способ проработать убеждения должен, это использование мета-модели языка. Например, если у тебя есть убеждение, я должен все успевать, ты можешь задать себе сразу три вопроса. Первый вопрос. Кому я должен? Второй вопрос. Почему мнению я должен? И третий вопрос. Что будет, если я не буду все успевать? И вот эти три вопроса тебе помогут расшатать, расшевелить это убеждение. Но давай попробуем еще на другом примере. Например, убеждение. Я должен заботиться о близких. Первый вопрос. Кому должен? Второй вопрос. Почему мнению я должен заботиться о близких? И третий вопрос, самый главный. Что будет, если я не буду заботиться о близких? Объясняю, в чем здесь фокус. Фокус здесь заключается в том, что если ты поставил себе рамку, я должен заботиться о близких. Но ты не всегда заботишься о близких. Ты начинаешь скатываться в самобичевание. Но если ты задаешь себе вопрос. Что если я не буду заботиться о близких? Ведь ты и так не всегда о них заботишься. Ты таким образом приравниваешь свое текущее состояние. Ведь ты и так не всегда заботишься о близких. К тому, что есть на самом деле. Бери на вооружение. Кстати, я тебе рекомендую выписать все свои убеждения должен на бумагу. Для того, чтобы ты мог хорошенько поработать с этими мысленными конструкциями. Третий способ проработать убеждение «я должен». Давай возьмем на примере «я должен заботиться о близких». Возьмем это убеждение. Суть этой техники заключается в том, что ты должен перевести утверждение с уровня идентичности на уровень поведения. Сейчас постараюсь объяснить. Я надеюсь, что у тебя уже есть список твоих «должен». Рассматриваем на примере «я должен заботиться о близких». Выписываешь убеждение «я должен заботиться о близких». Ставишь знак равенства и пишешь, что ты о себе думаешь, если ты не заботишься о близких. Например, ты себе пишешь «я незаботливый человек». То есть, я должен заботиться о близких, а если я о близких не заботюсь, это равно «я незаботливый человек». Когда ты говоришь о себе «я незаботливый человек», ты примеряешь на себя идентичность незаботливого человека. Это нехорошо и неплохо. Но, что если следующий знак равно, когда ты уже определил, что из первого убеждения «я должен заботиться о близких», если «я незабочусь о близких», следовательно «я незаботливый человек», ты переведешь это с уровня идентичности на уровень поведения. Не «я незаботливый человек», а «я иногда себя веду как незаботливый человек». И таким образом, из убеждения «я должен заботиться о близких» мы переводим «если я незабочусь о близких», значит «я незаботливый человек». И из убеждения «я незаботливый человек» мы переводим на уровень поведения «иногда я веду себя как незаботливый человек». Давай проработаем эту методику, третью, с еще одним убеждением «я должен зарабатывать много денег». Ставишь знак равенства. Если я не зарабатываю много денег, то я кто? И у тебя придет ответ. Допустим, я некомпетентный специалист. Берешь это утверждение «я некомпетентный специалист», оно находится на уровне идентичности, самоидентификации, и переводишь его на уровень поведения. «Иногда я веду себя как некомпетентный специалист». Почему это важно перевести на уровень поведения? Потому что, когда ты переводишь на уровень поведения свое убеждение, тебе легче с ним справляться. Но согласись, я должен зарабатывать много денег, и иногда я себя веду как некомпетентный специалист. Это совершенно две разные конструкции, с которыми легче справляться, с которым легче жить. И четвертый, последний способ в этом видео, как можно работать с убеждением «должен». Он называется перевести «должен» в «хочу». Что нужно сделать в этом случае? Тебе нужно выписать вереницей, огромным списком, не знаю, 5, 6, 10, 20 убеждений, в которых присутствует слово «должен». Прямо сейчас садись и выписывай, выписывай, выписывай. Я должен... Вот я прям составил список. Я должен обеспечивать семью. Я должен быть хорошим другом. Я должен быть гибким. Я должен учиться быстрее. Я должен уделять внимание жене. Я должен убираться в квартире. Я должен варить борщ. Ну и так далее. И здесь будет очень много разных «должен». И когда у тебя есть этот список, тебе нужно слово «должен» зачеркнуть и заменить на слово «хочу». И здесь очень важно не сделать это механически. А когда ты заменил слово «должен» на слово «хочу», твоя задача – обратить внимание на свои эмоции, которые ты испытываешь во время этой замены. Рекомендую читать эти убеждения вслух. Допустим, я должен обеспечивать семью. Зачеркиваешь слово «должен», ставишь слово «хочу» и читаешь вслух «я хочу обеспечивать свою семью». И здесь уже совершенно другой посыл. Ты уже совершенно по-другому относишься к этой всей ситуации. Или «я должен варить борщ». Замени слово «должен» на слово «хочу». «Я хочу варить борщ». И тогда ты начинаешь относиться к этой задаче уже совершенно по-другому. Просто подменяя «должен» на «хочу». Вот это последнее упражнение, оно на самом деле очень мощное, очень ресурсное, если ты его проделаешь всерьез. Итак, последнее упражнение заключается в том, что выписываешь списком все свои «должен» и меняешь слово «должен» на слово «хочу». Одновременно испытывая те эмоции, которые ты чувствуешь при этой перемене. И у тебя будет складываться совершенно другая мысленная конструкция. И ты не будешь уже себя так жестко ограничивать, как я говорил в начале этого видео. Хотя на самом деле убеждения «должен» иногда могут играть и полезную роль в нашей жизни. Почему это так? Потому что любое убеждение, которое у нас есть, которое у нас сформировалось, это не обязательно какая-то навязанная конструкция. Чаще всего мы сами формируем свои убеждения и формируем мы их таким образом, что в какой-то момент времени, в какой-то момент жизни нам это было выгодно. То есть в какой-то момент времени мне было выгодно говорить «я должен варить борщ» или «я должен убираться в квартире» или «я должен заботиться о своей жене». В какой-то момент времени, если у меня такое убеждение есть и я его нашел у себя, значит мне когда-то было выгодно иметь это убеждение. Но проходит время и наши эти убеждения «долженствования» начинают играть с нами злую шутку, потому что они не дают нам развиваться. Я желаю тебе успехов. Это была передача «Утренняя раскачка». С тобой был Юрий Пузыревский. Обязательно поставь лайкосик. Подпишись на канал. До скорых встреч. Пока-пока.